Шестая лекция историка Павла Уварова во многом явится продолжением предыдущего разговора о одним из ключевых моментов в истории российского государства, крещении Руси в православную веру. И любопытно, как далее развивались события, учитывая, если брать, например, исторические веки XX века, какие колоссальные метаморфозы происходили, например, после 1917 года или 1991 года, после того, как очередные преображения происходили и в ментальном, и в государственном устройстве нашей многострадальной Родины. Продолжим. И здесь чуть-чуть позволим себе вернуться к эпохе крещения, непосредственно к ее примыкающей. И, на мой взгляд, фигурой в хорошем, не в пустом фантиком смысле, символичной, была фигура сына Владимира, святителя, крестителя, Владимира Красного Солнышка, Бориса и Глеба. В этом сюжете, который отражен в древнерусской литературе достаточно отчетливо, внимательно, самое главное заключается в том, насколько сын Владимира, который, кстати, появился от законного брака, с точки зрения христианской, восточно-христианской православной церкви, барака Благодатного, болгаркой, насколько в поведении Бориса в его образе и его младшего брата Глеба отблескивает то преображение, которое произошло самим князем. Сразу же говорю, что мы оперируем здесь прежде всего тем, что дошло до нас от того времени, источников и материалов. Любые сомнения в аутентичности истории, как и в любом сюжете, посвященном древней истории любого государства, невозможны, но беспроспективны, потому что без опоры на какие-то конкурирующие источники, бессмысленно ставить под сомнение цискосюжетику, основные моменты изложения, потому что это сомнение, в принципе, неплодотворно, оно ничего не дает, никаких новых нам подходов. А то, что данный сюжет сохранился и был воспринят культурой, является дополнительным, хотя и косвенным подтверждением высокой степени вероятности происходящего. Он не казался невероятным современником, он не казался невероятным, этот сюжет, ближайшим потом, а, сами понимаете, это дополнительная гарантия того, что это могло произойти именно так, как оно изображено. И здесь я бы сосредоточился на моменте, который является одновременно по своей природе и языческим, безусловно, я имею в виду та схватка за власть, которая пришла после смерти Владимира, абсолютно языческий сюжет. Старший по возрасту из родственников братьев Святополк, но наименее легитимный с точки зрения прав на престол, пытается силой продавить свою кандидатуру в великие князья. И силой понятно почему, потому что при недостатке легитимности сила единственный исчерпывающий аргумент. Святополк сам по себе фигура с точки зрения тогдашнего религиозного сознания крайне сложная. Дело в том, что его происхождение вообще весьма смутно. При этом на этом смутности нет никакого мифологического флера, оно смутно в совершенно незалом бытовом смысле. Дело в том, что его отец Иерополк, враг Владимира, активно отметившийся вот в этих междоусобных войнах, взял его мать фактически силой. Она была гречанка, растриженная монахинь, то есть он ее фактически растриг, превратив в свою жену, фактически присвоив. Еще раз напоминаю, язычников с точки зрения брака нормальным технологией является умыкание невесты, до сих пор у языческих народов, даже иногда ритуально. И кроме того, действие, опирающееся на голую, пренебрегающую всеми условностями силу, является тоже моментом почти что игровым и ритуальным. Так вот, рожденный от акта, так сказать, произвола и насилия, святополк, если он был рожден от Иерополка, потому что после смерти Иерополка эта женщина оказалась, так сказать, в гареме Владимира, и входил слух, что, возможно, возможно, она родила уже от Владимира, а не от его брата. Ну, то есть, вот это вот, и она была вновь, так сказать, взята силой Владимиром, поэтому на святополке лежала вот эта вот печать какого-то, так сказать, достаточно нечистого сюжета, и, возможно, это наложило сложный отпечаток на его характер. Вот это его желание, власть его, что бы то ни стало, это его готовность действовать любыми средствами, возможно, так сказать, связана с какими-то мощными, так сказать, психологическими изломами. Но в этой ситуации даже не столь интересен святополк. Святополк нормальный, нормальный по инерционному, так сказать, своему поведению язычник. Сила есть, больше ничего не требуется, никаких аргументов. Вот. Но Борис, в силу того, что он был одним из любимых, возможно, даже любимым сыном Владимира, и многие исследователи прямо говорят, что Владимир оказал на него очень сильное влияние после крещения, особенно вот в обычае и милостыне. Владимир отличался, так сказать, нищелюбием, так сказать, он раздавал милостыню активную, ну, по крайней мере, так, в источниках сообщается, которые до нас дошли. И то же самое делал Борис. И вот этот страх Владимира нарушить, нарушить закон новой религии, при том религии, в которой, ну, гораздо меньше можно увильнуть от моральной ответственности, как в религии политоистической. Ты обидел одного Бога в политоистической религии, но ты был угоден другому, и он за тебя заступает и покровительствует. То есть момент морального, так скажем, маневра гораздо больше. А в монотистической религии Владимир, безусловно, понимал, что нарушение закона, есть абсолютное нарушение закона. Высшие станции одна, их не несколько, нельзя спрятаться за плечи одного Бога от Бога другого. И вот этот вот трепет Владимир, он передается и Борису в истории, которая, казалось бы, начиналась очень просто. Светополк со смутным происхождением, с никакими правами на престол, с не очень большими воинскими подразделениями оказался против Бориса, который как раз в этот момент возглавлял крупные вооруженные формирования. Наверное, исходя из ситуации, когда ждали печенегов на юго-восточных границах, наверное, они были и многочисленными, и стоявшими, не случайных, наверное, воинов, а из серьезных, эффективных, опытных. И в этой ситуации дружина, тоже, я думаю, вполне инерционно-языческая по своему мировоззрению, прямо говорит к княже, князю, что княже, пойдем на киевский стол. Светополк, ну кто он такой, не имеет никаких прав. Ну и сила была за Борисом, в том числе и воинская. И вдруг Борис ведет себя совершенно непонятно для языческого князя, конунга, предводителя и так далее. Он говорит, не хочу выступать против, не хочу поднимать руку на брата старшего, но вступать в междоусобицу. Дружина была настолько поражена, что она просто оставила Бориса как князя. Ну, такое поведение в рамках языческого мировоззрения говорило о том, что предводитель ослаб. То есть в нем вот эта вот священная сила ослабла, и он, так сказать, кроме несчастья ничего не принесет. Поэтому, я думаю, дружина приблизительно в таком же направлении и восприняла эти слова Бориса. Не с благоговением, не с почтением, не с восхищением, не с уважением, а как признаком слабости, бессилия, а возможно даже нездоровья. Ну, кто его знает. И с ним остался всего лишь один верный ему человек, вроде бы венгер, политописный. Угр, венгер, политописный, так сказать, свидетельством. И убийцы Святополка нашли его вот одного с этим телохранителем. Борис просит помолиться перед смертью, он даже не пытается их увещевать или вступать с ним в какие-то политические дискуссии. Они ему дают такую возможность и потом убивают. Телохранитель пытался его защитить своим телом, но тоже погиб вместе с ним. Вызванный в Киев Святополком Глеб, несмотря на то, что его отговаривали ехать в Киев, отправляется по дороге. Также его встречает убийца Святополка и заставляют его личного повара перелезть горло Глебу. Вот этот поступок Бориса и отчасти такой же поступок Глеба, то есть брат зовет, я поехал, несмотря на очень тяжелые предчувствия и слова, так сказать, окружающих, показывают, что в Киевской Руси начинает произрастать уже внутреннее христианское мировоззрение, в рамках которого нарушение морального закона является не относительным, а абсолютным преступлением. Я, на всякий случай, напомню, относительным потому, что ты можешь нарушить закон одного Бога, но, так скажем, потрафить и достать удовольствие другому. Поэтому это как бы относительные вещи очень часто. В христианстве тут никакого, так сказать, маневра в этом плане нет. И вот эта фигура князя Бориса, который вольно принял смерть, но не пошел на нарушение закона, не поднял руку на брата, в какой-то степени является продолжением выбора Владимира. Борис возвращенный Владимиром, воспитанный Борис не слабый человек, по-видимому, вполне серьезный, так сказать, военачальник, раз он был послан на реку Альту, где киевляне встречали и печенеев, и позднее половцев, то есть самый главный фронтир Киевской Руси, действительно поступает, не политически совершает поступок там, не социально-экономически, он совершает личный моральный поступок, будучи князем и неся княжевскую ответственность. Но одновременно понимая, неважно, мог он это артикулировать или нет, в данном случае отчетливость артикуляции не всегда говорит, так сказать, о верности тем или иным, так сказать, вещам по-настоящему. И наоборот, молчание это иногда скрывает в человеке как раз готовность внутренней понятия, следовать правилу. Так вот, Борис в этом плане совершает поступок, который, по его мнению, гораздо больше служит укреплению новому государству, которое стоит на новой ювере, абсолютном начале, гораздо больше послужит ему чем, так сказать, начало гражданской войны. То есть вот, на мой взгляд, такое вот ощущение, ощущение, что вот в данном случае удостоверение моральное будет гораздо важнее, чем вот эта физическая, физиологическая победа. Но вот этот вот период нашей истории Киевской Русь, который был осложнен взаимодействием с сопряжением в одном государственном теле языческого, инерционного после крещения и нового христианского, но еще не проросшего в нескольких поколениях мировоззрения, Киевская Русь, конечно, в этом плане являлась, ну, зоной проблемной, зоной, как бы сказали психологи, когнитивного диссонанса, когда в умах людей, действующих людей, лично, в коллективном, как бы две программы конкурируют. Одна еще языческая, с приматом силы, мощи и с достаточно широким представлением, так сказать, о морали и правилах действия. И христианском гораздо более категоричной, и гораздо более нагружающей человека личной ответственностью. Вот в данном случае это взаимодействие, на мой взгляд, как раз было одной из важнейших причин политической нестабильности. Вот эти знаменитые княжеские усобицы, которые начались, из них, конечно, можно легко объяснить рационально. Ну, например, простой еще о том, что экономика была в неразвитом, так сказать, состоянии, как говорит, современный экономический человек. Это было натуральное хозяйство, которое не связывало части одной страны в одно целое, поэтому она легко распадалась. Хотя, положа руку на сердце, я думаю, что серьезные историки, даже советские, понимали, что, ну, сказать, что экономика 11-12 веков как-то на порядок, качество отличалось от экономики 14-15, но это большое преувеличение. Это как анекдотический рассказ о Москве, как о центре торговых путей, когда в учебниках школьников писали, почему возвышалась Москва. Все, любые причины приводили, кроме самой главной. Так вот, кризис Киевской Руси – это прежде всего кризис связующего, организующего начало. Княжеская семья вне отчетливой династической формы наследования у них была лествичная форма, когда власть получал не старший сын правящего князя, а старший в роду, то есть в семье. И поэтому это постоянно приводило к тому, что князья, власть должна была переговорить к князьям с разных территорий. Связано было с их передвижениями, с потерей некоторыми князьями своих, так сказать, на владении, которые они хотели бы видеть наследными, появление князей-изгоев, которые вообще были без земли, а это для князя того времени, это было отличающее оскорбление не иметь стола, пусть даже и не киевского, просто стола для княжения. И вот это месиво, так сказать, вражды, которое произошло из-за того, что христианское начало, организующее, еще до конца не овладело политическим сознанием, да и вообще поведенческими какими-то мотивами человека того времени, в том числе и князья. Староязыческое затухало все больше и больше, превращаясь просто в мышление, так сказать, такого произвола. Две веры, которые одновременно действуют, они ведь одновременно и чуть-чуть расшатывают представление человека о том, что правильно, что неправильно. Одна вера, она, по крайней мере, хочет создать какое-то подобие порядка. Две веры, к сожалению, могут быть чреваты определенной, пусть и временной, но не стабильностью. И вот дальнейшее развитие нашей истории, оно практически показательно. Киевская Русь распалась на несколько территорий, каждая из которых, мы можем упомянуть только самые принципиальные, как вариант развития дальнейшего, на вот так вот эти три территории, о которых я немножко поговорю, они как бы давали, ну, некоторое предчувствие дальнейшего развития расплавшихся русских земель. По какому пути они могут пойти? Ну, один из путей, это путь региональной изоляции. Превратиться, так сказать, в отдельную территорию, не собирать русских земель больше в единое государство, жить своим умом и в своих интересах. Этим путем, путем региональным, пошел Новгород. Новгород, это город на окраине, город, хорошо всегда торговавший, в первую очередь, с Европой, с крепкой прослойкой, так сказать, достаточно деловитых бояр и ремесленно-торговой, ремесленно-купеческой общиной. И Новгород был провозвестником вот такого пути, который мог привести к созданию, ну, такого вот зоны, так сказать, коммунальной свободы, какой была в Северной Италии, в некоторых городах Германии, Франции. Ну, Италия самый показательный пример. Для Новгорода действительно была характерна очень высокая степень внутренней конфликтности. Ну, понятно, что если большой крен делается на торговлю, на владение материальным, что не очень характерно для общества традиционного, то это приводит, естественно, к взаимным враждению, стабильности. И Новгород был нестабилен в эпоху призвания Рюрика, и в последующей эпохе тоже крайне нестабилен. И многие историки говорят, что Новгород вообще был по своей природе торговой корпорацией. Вот, например, Иван Солоневич об этом много писал. Ну, и не только он. Даже у наших классиков можно найти те же мотивы. У современного, современного историка Земцова есть на эту тему. Статья, что Новгород не был способен к объединению русских земель по одной простой причине. По одной простой причине. Это ему было не нужно. Ну, представьте себе торговую корпорацию, которая увеличивает, так сказать, количество пайщиков. Зачем? Земли нужны были окружающие для эксплуатации, для их использования. А объединение для тех времен это очень дорогостоящий процесс, очень затратный. Объединить. Менее развитые в таком отношении, не очень богатые земли и так далее. А это значит, надо отвечать за их территорию, безопасность и так далее. Я думаю, у Новгорода никогда не было желания объединять русские земли. Хотя некоторые историки говорят, что якобы Новгород один из возможных центров объединения. Я бы сказал так. Один из вариантов дальнейшего развития Руси, распавшейся на отдельные регионы. Но не центр объединения, потому что для объединения требуется мотивация, требуется определенная логика. У Новгорода ее не было. Более того, новгородские ушкуйники, ну то есть пираты, грабили русские земли в 14-15 веке налетами просто. Разгромили Кострому, ограбили Волоту. Новгородцы были хищниками. Абсолютно не эгоистичными и интересующимися судьбой других русских земель. На самом деле. Ни одной инициативы по объединению, сколько-нибудь серьезной, по-моему, в истории неизвестно. Новгородцы. Реальной инициативой объединения. Это один путь такой эгоистический. И, кстати, тоже интересный исторический пример. Вот к разговору о экономике, которая связует общество. Вот здесь можно поспорить с нашими историками, с советскими, с современными, исходя из аналогий. Самыми развитыми в городском смысле цивилизацией была Италия. Достаточно развитой была Германия. Но особенно Италия, самая ранняя. И любому квалифицированному историку достаточно задать вопрос. А когда Италия объединилась в единое государство с самыми развитыми и ранними городами, как Новгород в XIX веке? Когда Германия объединилась в единое государство, историк вспомнит в XIX веке, вспомнит Бисмарк и так далее. То есть, как показывает история, упор на торговые города, на частный интерес, на городскую цивилизацию, страны не объединяет. Они как раз остаются разрозненными очень долго. Поэтому, с чего бы это Новгород объединил бы русские земли, если бы путь пошел по новгородскому пути русской истории? Исходя из примера той же Италии, Германии, с ее городами торговыми. И южными, и гонзейскими, и северными. Не совсем ясно. Не совсем ясно. По-видимому, страны объединяются по каким-то другим мотивам, исходя из какой-то другой логики. А не из логики торгового интереса и развитой экономики. Это один вариант региональный. Но, кстати, новгородские были весьма своеобразны. Если бы обратиться к ним, то фигура Василия Буслаева, это фигура такого абсолютно по началу языческого богатыря, который может дебоширить, совершать проступки, преступления в силу того, что обладает огромной силушкой и так далее. Новгородский, блин, в этом смысле абсолютно негероический, в отличие от киевских. Другой путь. Другой путь связан тоже с весьма богатой, близкой к Европе территорией только на юге, на юго-западе Руси. Это Галитско-Волынская земля. Галитско-Волынская земля там рядом. Польша, Венгрия. Другой путь заключался в перманентной, продолжающейся гражданской войне. В Галиче, я так для краткости буду называть Галитско-Волынскую землю, в Галиче война практически не прекращалась. Раздробленность пошла еще дальше, так сказать, дробиться стало местное, так сказать, княжевские владения. И именно в Галиче особое значение приобрело боярство. Такого оно не имело, как писали русские историки, ни на какой другой территории русских земель. И даже более того, единственный пример русской истории этого периода, когда на княжеский престол сел не Рюрикович, а боярин Владислав, как раз характерен для этой территории. Даже венгерский король Белла настолько был потрясен этим, что он лично поучаствовал в том, чтобы Владислава с престола согнать. Так вот, и борьба постоянная с переменным шедшим успехом заключалась в том, что либо князе режут бояр, как это советовал князю Роман и его дружинник, не убив пчел, меда не паять. То пришедшие, побеждающие бояре вешали князей, казнили. И вот эта перманентная борьба всех против всех привела к тому, что Гальцко-Волынское княжество, как восточнославянский феномен государственный, региональный, исчез из истории просто напрочь, его нет. Вот, если любой человек, понимающий в нынешней ситуации, знает, что территория современного Гальцко-Волынского княжества, это территория, ну, минимально стремящаяся, так сказать, общаться с своими восточнославянскими братьями, это западная Украина. Абсолютно опаляченная, тяготевшая к чему-то к Польше, к Венгрии, к Австрии даже, в период, так сказать, своей истории. Но не к России, не к Белоруссии, никаким другим. Это восточнославянская территория просто из истории, как самостоятельное явление, действующее явление, связанное именно с этим регионом, исчезло, растворилось. И третий вариант. Третий вариант связан с Владимирским и Владимиросуздальским княжеством. Это заклязминская земля. Поначалу представляла, конечно, мало обихоженную территорию, леса, ее долго осваивать еще, пухки скрусти, начали долго осваивать. Много в нее сил вложил. И первым начал осваивать Владимир Мономах, потом его сын Юрий Долгорукий, которому приписывают основание Москвы. Ну, в общем, это не наша особенность. Обычно и в других исторических регионах приписывают дату основания просто времени упоминания. То есть тут в этом нет ничего нового. Упоминали, хотя бы от этой даты можно считать. Ну, конечно, Юрий Долгорукий застал Москву, уже населенный на пунктах, как минимум. Ну, может быть, это была заимка, как описал Ключевский, московский князей. Возможно. Но тем не менее. И вот на этой территории, если Новгород пошел по пути, так сказать, региональному, то есть с большим креном материально, материальный, так сказать, аспект существования, если Галиско-Ландское княжество продолжало войну, так сказать, до уничтожения, пока не исчезло как самостоятельный актор в истории, то в Владимиросудском княжестве происходит как раз очень интересный процесс. Вот та линия Владимира и Бориса на максимальную пропитанность политического, социального мышления и действия христианства, там как раз эта идея проросла. Проросла и, в первую очередь, в фигуре Андрея Боголюбского. Именно этот князь максимально гармонизировал социальные отношения. Андрей Боголюбский заставился подчиняться боярству и вернул ему статус всего лишь служилого сословия, но никак, так сказать, не правящего. Он еще более активно стал заниматься строительством, развитием данной территории, проводил активную политику отношений, так сказать, волжских соседей. Хотя, конечно, несмотря на то, что многие считают, что именно Андрей Боголюбский утверждает идею самодержавной власти великого князя в новом ее значении, как власть, стремящаяся к абсолютному доминированию, так сказать, над служилым сословием и виду боярству, он пал жертвой заговора. Ну, понятно, то есть те силы, которые он урезонивал и гармонизировал, в общем-то, вполне могли еще дать ответ великому князю, они еще были сильны. Но уже те, кто ему наследовал, особенно обратно в силу большое гнездо, фактически продолжали его политику, и Владимира Суздальского княжества становится прообразом нового этапа русской истории, который мы называем московский. Москва является, так сказать, небольшим поселением Владимира Суздальского княжества. Москва не было видно в тени Владимира Суздаля и старого боярского Ростова. Потребовалось, так сказать, определенное, так сказать, еще событие, которое вывели Москву на новый, так сказать, уровень своего городского существования. Но, тем не менее, вот эта линия становления православной государственности, религиоцентрической православной государственности, из Киева, из линии Владимира и отчасти Ярослава, и той линии, которой старался следовать, но уже по логике развивающейся событий, не совсем справился Владимир Мономах, хотя его авторитет держал русскую землю еще в определенном единстве. Так вот, эта линия через Андрея Боголюбского, через Владимира Суздальского княжества, дала Росток и фундаментировала, и в некотором случае предопределила появление Москвы. Кстати, возвышение Москвы в русской истории, это вообще интересная тема, которая демонстрирует, насколько теоретические проблемы запутывают очень простые с точки зрения понимания исторического процесса ситуации. Дело в том, что Москва была действительно даже в эпоху не первого князя, а даже в эпоху, наверное, Ивана Калиты, ну, наверное, с захолустьем в сравнении с Новгородом, Владимиром, с Усталем. Город, так сказать, не очень с древней историей. И вот это неуклонное усиление Москвы, которое в истории с Ивана Калиты, ну, видно невооруженным глазом, объяснялось по-разному. Ну, естественно, человек XIX века, человек экономический, естественно, стремился все события объяснять экономикой, как и наш современник. Без этого экономика лежит в основе всего. И люди даже не замечают, что это всего лишь некое следствие, так сказать, определенного мировоззрения современного человека, а не некий закон природы. Так вот, экономическими причинами рассматривалось то, что Москва лежала, так сказать, очень удобно географически расположена, забывая, что Москва чуть ли не в лесу находилась в то время и в стороне каких бы то ни было торговых путей. И одновременно историки с трудом могут ответить на вопрос, но если Москва все-таки достаточно такая некрупная река, была достаточно для такого мощного возвышения исторического, как какое, так сказать, связанного с историей Москвы, то почему же города, находившиеся в гораздо лучшем положении, так сказать, в гораздо лучших, лежавшие на гораздо удобнее торговых путях, не получилось у них этого? Например, такие города, как Ярославль, Кострома, лежащие на берегу Волги, на берегу Москвы, Углич, об этом многие русские историки, исторические публицисты писали, или торговый Новгород, почему так и не стал центром объединения, мы об этом не говорили. Потом приводились причины о том, что московские князья проводили определенную политику, так сказать, их поддерживало боярство, но почему поддерживало боярство московских князей, но не поддерживало галицких, непонятно тогда. То есть ответы в совокупности иногда называют до десятка причин, или, скажем, 6-7-8 учебной литературе, но дело не в том, что эти причины ложны. Историческая некачественность проработки этого вопроса, на мой взгляд, заключается в очень простой вещи. Очень простой вещи. Не в ложности этих причин, а то, что эти причины легко применимы и к другим городам того времени, даже в большей степени, чем к Москве. Вопрос, почему Москва остается на этом уровне рассмотрения нерешенным. Но есть очень простая вещь, которую с той точки зрения взгляда на историю, с точки зрения философии, истории коммуникативной, о которой мы говорили, как раз очень легко объясняет возвышение Москвы в рамках общества религиоцентрического сознания. При Иване-Калите Москва становится религиозным центром русских земель. Очень простой момент. Всем известно, это не тайна никакая, любой историк это знает. Но почему этот аспект считается чуть ли не самым последним, когда мы говорим об обществе, в рамках которого религия играла смысл и структура, образующие значение? С чем это связано? Это связано с тем, что данное видение просто, так скажем, не имело места быть. То есть в данном случае это было связано с идеологическими препонами, определенными шорами. И неверным пониманием места религии в несовременных обществах. Люди, видя, какую роль занимает религия в современном обществе, естественно, не занимает она смысла и структура, образующие значение. Это точно совершенно. Для огромного числа, по крайней мере, неверующих людей. И переносит ее некритично на то время. А в то время религия играла совсем другую роль. Не то, что в современном обществе, это является очень существенной ошибкой. А вот то, что Москва становится центром русских земель, как религиозным центром, объясняет, почему она сразу же, на порядок становится важнее, авторитетнее и московские князья. С ней важнее, авторитетнее и центральнее. Чем города более богатые, более благополучные материально. Ну и так далее. И более того, не исключено, что даже отношение Орды к Москве. Вот когда публицисты пытаются, так скажем, несколько принизить исторический путь московского государства, говорят, вот Иван Калита там и служивался перед монголами. Монголов почему-то воспринимают как дураков каких-то. Понимаете, что монголы были очень хитроумные люди, прошедшие школу китайской бюрократии. Они у них многому научились, китайцы. Мне почему-то слабо видятся потомки Чингисхана, как крайне недалекие. Ну уж, по крайней мере, бытово нехитрые. Я думаю, что здесь вопрос тоже гораздо проще объясняется. С точки зрения ИСы, то есть закона, приписываемый лично Чингисхану, одно из главных положений ИСы – это уважение богов чужих народов. Монголы с этим очень отчетливо всю свою политику сопровождали. Боги чужих народов неприкосновенных. Надо уважать, говорил Чингисхан. И вот это положение ИСы, я думаю, в данном случае монголов настраивало гораздо больше на особое отношение к Москве, чем прочие остальные вещи. Там прогиб московских князей, там хитрость Ивана Калиты, то, что он подарки туда возил в Орду и так далее. То есть в данном случае монголы правильно понимали реальность. Если здесь не только деловитый и разумный князь, но еще и религиозный центр, это серьезная территория, и с ними мы будем иметь дело. То есть, опять же, с точки зрения религиоцентрического сознания, которое и у монголов было, и у русских, и у китайцев, и у средневеков, и у французов, это абсолютно понятно и разумно. Как говорится, не надо изобретать велосипеда. В данном случае это гораздо проще и более красиво, если хотите. В истории, так сказать, определенная красота, так сказать, некой логики тоже существует, на мой взгляд, как и в математике. Показывает, почему происходило вот это сотрудничество. И быстрое возвышение Москвы, конечно, поддерживалось не только тем, что Москва была религиозным центром, но и некоторыми другими вещами. Но эти вещи, я имею в виду, там, чуть большее развитие экономики, быстрее выстроено накопление сил, рост социального мира и социального, так сказать, регулирования в Москве, делавшее ее более монолитным обществом, эти все причины как раз и заиграли, потому что над ними был осеняющий их авторитет, который ни у кого не вызывал сомнений. И бояре подчинялись князю, потому что бояре были православными. И понимали, что это такое князь на его в данной ситуации, в рамках легитимации власти в этом обществе. И отношения социальные были менее противоречивы, чем в Новгороде, где людей осеняла, прежде всего, так сказать, постоянная борьба, так сказать, за материальные, за свои материальные преференции, ну и так далее. Про Галича уж вообще не говорю. То есть вот это вот возвышение Москвы и возникновение Москвы как православного государства, Москва прямая наследница Киева в эпохе Владимира Святого. Это совершенно точно по логике исторического развития. И далее вот объединение русских земель, которые успешно проводили, и Иван Третий, крупный князь, и Василий Третий, на мой взгляд, завершил все-таки, несмотря на то, что ему очень не везло в плане отношения к нему, в части современников, особенно историков, Иваном Четвертым. Притом, истории Ивана Четвертого, вот я видел много фильмов, точнее, те фильмы, которые у нас выходили, наверное, все видел, посвященные Ивану Четвертому. И, конечно, в основном поражает, опять же, вот какая-то легкомысленность в отношении к этой фигуре. Хотя фигура Ивана Четвертого, фигура шекспировского масштаба. Притом, не в плане, так сказать, отрицательном, а в плане масштаба, так сказать, и положительного. В данном случае, я бы даже сказал, что отрицательный масштаб только возникает по некоему неразумию и анахронизму. Историки, которые должны больше всего заботиться, скажем так, соответствовать принципу историзма, как правило, редко ему соответствуют. Историзм требует не просто рассмотрения чего-либо в развитии, это как раз фраза более лукавая. А то, что каждую эпоху надо судить по ее собственным законам. Нельзя судить 17 век по законам 20. Это очевидная совершенно вещь, если ты хочешь разобраться. Если ты хочешь сказать, что они чем-то от нас отличались, и это плохо, значит, ты плохой историк. Историк, ведь в данном случае этот принцип очень напоминает принцип внятного и серьезного литературовидения. Судить автора по тем законам, которые он создает, по которым он живет. По нему надо его судить. Вот то же самое в принципе принцип историзма. И в данном случае, если обратиться к жизни Ивана IV, то здесь мы видим ведь очень интересную судьбу, которая почему-то либо проговаривается очень быстро историками, либо вообще остается в тоне. То есть, ну, ничего не говорится. И сразу начинается, так сказать, красота опричина практически, как единственное его деяние. Хотя на самом деле он вырос в очень тяжелой ситуации. Боярское управление. Бояре, так сказать, несмотря на то, что некоторые авторы говорят, что и при них шло какое-то развитие, возможно. Но то, что свары, грозня между боярскими родами и вообще аристократическое правление, это самое бессмысленное правление, которые могут быть в истории, тоже ведь далеко ходить не надо. Не за примерами в истории. В истории олигархические боярские группировки плохо правят уже по одной простой причине. Как вы помните принципы зычества, это множественность авторитета, это конкуренция, неустранимая совершенно, если все равны, но кто-то хочет быть ровнее. И постоянное балансирование на грани прямого конфликта. Вот это приметы аристократических правлений в любой исторической эпохе. Аристократических или олигархических. В некотором смысле это синонимы, хотя разница тоже есть. И наблюдая за этим боярским правлением, сам являясь отчасти жертвой и не очень вежливого поведения, и гнусных слухов о собственном происхождении. Иван IV, тем не менее, под влиянием митрополита Макария, формируется как человек с устойчивым христианским мировоззрением. Ведь, опять же, обращу ваше внимание на то, что Иван Грозный начинает свое правление не с опричины, а с так называемого стоглавого собора. Он, ведь казалось бы, почему-то государь вдруг начинает не с развития экономики, да, из каких-то вот таких процессов, чисто конкретных, да, как сейчас бы сказали, а с обращения к духовенству. Опять же, обращу внимание слушателя на то, что мы говорим об обществе, совершенно по-другому устроенной, чем современное общество, где религия играет смысл и структура, образующая значение. После хаоса боярского правления совершенно логично. Иван IV обращается к высшему систематизирующему, координирующему авторитету. Иван IV прямо обращается к главному собору, просит научить его и поправлять, если что, ну, если необходимо его в поступках. То есть он просит церковь, во-первых, разобраться со всеми церковными установлениями, систематизировать и, так сказать, научить его как государя соответствующему, так сказать, христианскому православному поведению как государю, как царя правления. То есть это обращение к стоглавому собору показывает серьезность и, я бы сказал, масштабность Ивана IV как государственного деятеля и мыслителя. То есть шаг первый абсолютно отчетливый, абсолютно в логике общества и абсолютно работающий. Кстати, современная раскольная до сих пор только стоглавая собора признает последующие не очень, мягко говоря. Кроме того, Иван IV венчается на царство как царь, то есть цезарь, кесарь, то есть воспринимая тем самым как бы легитимную версию правления, версию, так сказать, продолжения правления римских императоров. Ну, в древнерусской литературе существует на этот счет произведения, которые ведут вот эту легитимность нашей церкви и наших князей от, так сказать, римского корня. Вот, опираясь там на свидетельство, ну, скорее всего, конечно, баснословное о том, что корень, так сказать, наш идет от брата Августа Проса. Ну, в данном случае это не столь важно даже, я имею в виду общий вектор. И именно вот в этот момент в Москве происходит бунт, последний, так сказать, последний бунт, по-видимому, спровоцированный уходящим в тень придворным боярством. Бунт против родственников царя, вот, Глинских, вот, распространялись лучше, что там бабка Глинская колдунья там-то. Москва пылала, в Москве был бунт страшный, со смертями и так далее. И после окончания бунта на Примирительном соборе Иван IV опять же обращается ко всем московским людям без разделения там на какие-то группы и так далее. Он прямо говорит, что нельзя исправить прошедшего зла, давайте забудем обиды. И он говорит, я в будущем, я ваш защитник, я в будущем вам обещаю, что этого больше никогда не будет, вот этого хаоса и беспорядка. Вот представьте себе, слушатели, как, насколько действительно шекспировский масштаб, молодой человек еще, преодолевая преграду вот этого боярского правления, становясь равным римским императором по значению, еще раз увидев всплеск вот этой буйной хаотической стихии, говорит людям, что примиритесь, не надо никого наказывать. Это Иван IV говорит, что не надо никого наказывать, не исправить прошедшего зла, но я буду вам защитником теперь. Он им дал это обещание, про это обещание историки забывают, что он пообещал, что больше он хаоса в обществе не допустит. И дальнейшая политика Ивана IV показывает, что слова эти были выполнены. Реформы избранной Рады максимально систематизированы, устроительные, если хотите бюрократические, даже в самом добром значении этого слова. Без бюрократии ни одно общество еще не живет. Тем более современное, самое бюрократическое общество, даже демократические страны бюрократии огромное количество, так называемые демократические. Я даже исправлюсь, не поленюсь. Так вот, и два еще события в жизни, ну почти что в личной жизни Ивана IV, даже можно сказать, три, настраивают его, видимо, на лад пессимистический в плане того, что сколько можно уговаривать, сколько можно, так сказать, ждать, когда люди встряхнутся. Это смерть царицы Анастасии. Ходили упорные случаи, что ее отравили бояре. И возможно, что именно она, видимо, женщина очень сильная, по-женски, очень сильный человек. Благотворно, видимо, влияла на Ивана IV, возможно, как-то его отогрела после его непонятного отречества и юности. Видимо, настроила, как иногда полноценная женщина может, так скажем, поднять мужчину молодого, сделать из него действительно взрослого человека. Возможно, она и сыграла вот такую роль для Ивана IV, взеждительную для его личности. Она умирает молодой. Потом, позже, позже, во время войны, один из его близких людей, уж не знаю, там друзья, все-таки я не верю, что в те годы можно говорить о дружбе в каком-то таком понебратском с царем. Возможно, если только в достаточно отреческие, юные годы, когда Андрей Корпуский бежит, переходит на сторону врага, один из главных русских воевод. И когда Иван IV был в какой-то сложном каком-то припадке, возможно, это было какое-нибудь вирусное состояние, не знаю. На этот счет мало в том, что историков говорит и просит, так сказать, присягнуть его сыну, стоя у отра царя. Да, возможно, вот-вот у умирающего, бояре отказались это делать, сославшись на его двоюродного брата. А это ведь опять было нарушение вот этой династичности. Не сыну правящего царя, а старшему в роду, князю Старицкому. Иван IV выздоравливает и через некоторое время наступает опричнина. Опричнина системы, так сказать, безусловно, чрезвычайных мер, которые можно назвать православно-анархической революцией. Об этом можно просто дальше поговорить. Вопрос связан вот с чем. Хотелось бы, чтобы вот в этом историческом контексте, начиная от крещения Руси и заканчивая в этой лекции временем Ивана IV Грозного, чтобы Вы вспомнили еще раз и сделали акценты на основных исторических акторах. То есть, погубив Бориса и Глеба, главным администратором Руси Киевской стал Святополк. Временно. 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 Вот хотелось бы вот там уточнить о том, как все-таки передавалась власть. И во времени христианская вера вытесняла языческое мировоззрение. И опять же акценты вот на основных акторах. Ну, со Святополком все просто. Он был временщик в самом, так сказать, точном смысле слова. Он был вытеснен братом Ярославом очень быстро. Бежал по летописным свидетельствам на запад, в Богемию, то есть в Чехию современную. Есть основания предполагать, что он был уже не в себе. То есть, видимо, его психика не выдержала от всех этих пертурбаций и, возможно, даже собственных злодействий. И наступила эпоха Ярослава Мудрого, как одна из самых тоже стабильных, светлых эпох в развитии киевского снятияства. Связанная с развитием, так сказать, традиционного, но все-таки образования. Со строительством храма Святой Софии в Киеве. Теперь у нас было два крупных храма. София Новгородская, София Киевская. Вытеснение, точнее, распространение христианства, оно шло, конечно, из городов, из опорных пунктов княжеской власти. То есть, в той ситуации, которая была, естественно, что крещены были прежде всего горожане и те люди, которые непосредственно, ну скажем, находились в общении с князем. Ну, не имеется в виду личного общения, а вообще в общении. То есть, административные, военные предводители, доверенные лица. То есть, обычно в рамках любых реформ, в рамках любых реформ и принятия новых религий, это всегда реформы идут именно путем. Через города, кстати, тоже интересный момент исторически. Если с точки зрения раннего позитивизма, марксизма, города, это прежде всего экономические центры, на самом деле исследования историков и американских, и наших, все более и более, еще даже второй половины прошлого века, говорят, что города возникли практически везде, как центры религиозные и центры власти. А ремесло, как говорит один из авторов, появляется в городах значительно позже. То есть, не, города, это не дети экономики, на самом деле древние, а дети как религии, то есть, как религиозные центры, место, скажем, так сказать, того или иного храма и центры власти. Так вот, таким же образом шло и развитие христианства. Если, скажем, вас интересует, как слушатели, как это в пространстве происходило, то я скажу просто. Вот если вы представите себе традиционное общество, в котором функции денег практически не существовало в нашем понимании, то коммуникация между людьми осуществлялась в основном через обмен поступками. Мы немножко затрагивали эту тему уже. То есть, морально окрашенные поступками. Помощь, взаимопомощь, содействие, солидарность, самопожертвование и так далее. Правильное нормативное поведение. Вот обмен поступками. То есть, люди воспринимали друг друга и общество в целом, как сообщество людей, которые адекватно, симметрично обмениваются правильными, морально окрашенными, легитимными, жизненными поступками, жизненным поведением. Правильно ведущий себя человек – это правильно в социальном теле расплачивающийся другими людьми. Не деньгами, а правильным поступком. Если ты мне дал землю, я твой вассал и буду за тебя воевать. Вот это простое представление о феодальных отношениях. Они же не экономические были. Человек за землю обязан был помогать тебе оружием, защищать в случае необходимости. Но так же было и повседневно. Если мы поймем, как функционирует коммуникация в таких обществах через правильные поступки правильных людей, то распространение религии во многом шло точно так же. Никаких особых сведений о каких-то там гонениях до нас не дошло. То есть, скорее всего, распространение шло обычным коммуникативным путем, по крайней мере не в городской среде. То есть, приезжающие или живущие в том или ином месте христиане влияли постепенно своими поступками, своим исповеданием, своим жизненным поведением на окружающих, втягивая их в орбиту этого общения. Да, иногда можно втянуть в орбиту и человека, который, например, хочет общаться с вами, потому что вы выглядите социально перспективными и так далее. Возможно, в каком-то смысле это иметь в виду. Но это все равно в совокупности включает множество факторов. И главное то, что люди, живущие по-новому, оказываются привлекательными для тех людей, которые жили по-старому. Я думаю, через обмен поступками, через коммуникацию это общение шло. Никаких, еще раз подчеркну, актов насильственного крещения за пределами городов, что людей там отлавливали, делали христианами, истории практически нет. Поэтому, я думаю, механизм был очень простой, коммуникативный, по устойчивому для любого традиционного общества китайского, древнеиндийского, по пути обмена правильными нормативными поступками между людьми. А после Ярослава Мудрого, как передавалась власть, сколько во времени заняло правление Ярослава Мудрого? И вот до Ивана IV хотелось бы так реперно проследить основных. Ну, после Ярослава Мудрого, он был, наверное, последний крупный вот такой князь единой Киевской Руси. После Ярослава Мудрого можно выделить только одну фигуру, которая практически своим авторитетом связывала страну. Это Владимир Мономак. То есть человек тоже, вот если взять его поучение, нормативно, так сказать, христиански настроенный человек. То есть его поучение детям очень кратко, его можно прочитать, в общем, в один присест, где он говорит о самых принципиальных вещах, которым надо следовать. И, как может показаться не странным, современный человек, он эффективный князь, вносивший исправление в русскую правду, или, по крайней мере, влиявший на эти исправления, то есть вполне дееспособный князь. Тем не менее, в этом поучении детям, то есть тем, кто будет после него, он очень отчетливо, очень отчетливо говорит, прежде всего, о религиозных основаниях человеческой жизни. То есть не о каких-то, так сказать, технологиях, он говорит, управления людьми, а именно о самом основном. То есть ты должен знать, где твой центр, условно я так говорю, у него нет слова «центр» там, и следовать этим правилам. То есть вот это принципиально нужно для человека. И, кстати, вот оттеняла его тоже очень интересная фигура его кузена Олега Святославича, если я не ошибаюсь, двоюродного брата, Олега Святославича Черниковского, или Олега Гориславича, как он остался в русской традиции. Гориславич Гориславович, вот это князь был, сохранивший вот импульс язычника типичный, то есть постоянно устраивший сфары, схватки и так далее в семье Рюриковичей. Его ссылали, так скажем, на остров Ротас даже, ссылку. Он возвращался, так сказать, через Таракань снова, так сказать, вступал в конфликтные ситуации. Вот был один случай, когда в одном из междоусобиц фактически в схватке с Олегом погиб сын Владимира, то есть племянника Олега двоюродный, вот в плен попала жена, Владимир ему пишет письмо, это тоже одна из земчужин древнерусской литературы, в этом письме нет никаких укоров, угроз, потрясаний. Хотя Мономах был прекрасный воин, абсолютно, так сказать, небугливый человек, а даже очень серьезный военачальник, наносивший удары половцам даже на их территории, совершал походы, упреждающий. И там звучат такие строки о том, что просьба отпустить к нему, значит, невестку, простить друг другу горе, что междоусобицы никому добра этому не принесут. Вот, то есть очень спокойное письмо человека, который, так сказать, видит жизнь гораздо глубже, чем воинственный, так сказать, силовик Олег Гориславич. Вот, его тоже можно специально взять и почитать, чтобы увидеть, насколько вот это вот мышление, новое мышление, христианское мышление проникает в сознание Владимира. После правления его сына Мстислава, или Мстислава Великого, многие считают, что именно со смертью Мстислава Великого наступает раздробленность. Русская земля распадается на множество княжеств после смерти сына Владимира Мстислава Владимировича. Какие годы? Это уже 12 век. Это уже 12 век, середина 12 века, конец 12 века. Процесс, он, конечно, не в один день происходил, поэтому тут надо периодами смотреть. Ну, скажем так, в 13 веке, в 13 веке раздробленность уже становится, так скажем, реальностью. То есть, если, скажем, в 12 веке процесс идет, то в 13 веке он уже фактически стал данностью политической. Уже представление об едином государстве, даже такое, как бы, образное, уже практически, так сказать, исчезает. Как раз перед пришествием монголов, нашествием монголов. Монгольское нашествие, естественно, веха очень своеобразная. С одной стороны, конечно, мощнейшее разрушение, шок. Но, опять же, здесь я скажу так, что, если говорить не о самом нашествии, пересматривать которое и считать, что это уж было такое, так, небольшая, так сказать, ограниченная военная операция, я все-таки думаю, что не стоит. Слишком уж серьезное, так сказать, потрясение мы ощущаем через литературу, дошедшую до нас из этого времени и ближайшего времени к этому времени. Хотя, я опять здесь бы сказал, вот, насколько новый тип мировоззрения интересно сказывается в русской истории. Вот монгольское нашествие, да, такое свирепое, достаточно потрясающее, впечатляющее, очень выразительное нашествие, в самом тяжелом смысле слова выразительное. И есть такой чудесный памятник деревензурской литературы, это проповеди Серапиона Владимирского. Этот церковный духовный деятель в своих проповедях касается тем монгольского нашествия. Сказал, что страна в развалинах, страна уже никогда не поднимется. И о чем он говорит? Совершенно нет языческого мотива там, либо судьба там, либо там месть. Он в этих своих посланиях говорит, прежде всего, о том, что, посмотрите, это нам наказание монголы, это наказание нам за наши грехи. Мы грешили, вражде жили, протоубийственной вражде там и так далее. То есть вот эти все красоты, раздробленность он имеет в виду. И поэтому это нам наказание. И суть этих высказаний заключается в том, что дело не в монголах. Это легче всего сказать, что монголы в чем-то виноваты, дело в нас. Да мы делали так, что появились монголы. И вот эти слова обращены именно не к жалобам, как в футболе говорят, на судейство, а к обращению к себе. Строите себя, живите лучше, будьте настоящими христианами. И это исправит ситуацию, так сказать, а не злоба там, слезы, еще что-то. Вот это вот очень тоже интересный момент такой вот. Я думаю, что он был характерен не только для себя, Пёна Владимировна, но и для настроения того времени. Находить причину в себе, начать работу над собой. Вот в этой ситуации, я думаю, что как раз эти процессы, опять же, растворенные в ежедневной, ежедневной, ежечасной коммуникации, они во многом и лечили тогдашних, так сказать, тогдашних русичей средневековых. И, естественно, опять же, тем и говорили, мы обращаемся к Москве, к московским князьям, к князьям московского княжеского дома. Тоже, что бы о них ни писали историки. Ведь вот это понимание, понимание у прошлого, ну, какое-то детское участие этих историков. Когда они слушают о религиозно-релистском обществе, вот если бы говоришь, они говорят, о, что они все были святы. Да не были они все святы. Речь не идет о том, что все в то время были святыми. Речь идет о том, что у людей был отчетливый, абсолютный, безотносительный ориентир. И стремление к реализации этого идеала в рамках коммуникации было преобладающим. То есть создана была такая общность, в которой, условно говоря, я специально говорю такое слово несколько детское, хорошим быть правильно, а плохим стыдно. И поэтому в такой ситуации человеку, который сконцентрирован на своих узких эгоистических корыстных делах, приходилось прятаться, подстраиваться, терпеть, так сказать, а не весело, так сказать, экспонировать свой этот эгоизм. В современном обществе не все люди злодеи и эгоисты. Но в современном обществе ведущая коммуникация, в общем-то, как раз регулирует жизнь таким образом, что как раз эгоистические интересы части и так далее вполне, так сказать, вольно себя чувствуют. И наоборот, так сказать, какие-либо, ну скажем, ориентации на какую-то общую пользу, ну, в лучшем случае воспринимается скепсисом или насмешкой, в лучшем случае еще. А чаще всего подозревается, что это что-то авторитарное, стремление кого-то, так сказать, изнасиловать, эксплуатировать и так далее. Если мы говорим о больших идеях, так обязательно для того, чтобы кого-то посадить или заставить. То есть сейчас просто вот негативному, узкому, узкокорыстному эгоистическому поведению созданы все благоприятные условия для развития. То есть вот, и вот когда мы, возвращаясь к Москве, говорим, да, возможно, московские князья не были идеальными людьми, но московские князья четко знали, где абсолютная точка отсчета и где человеческая жизнь. Вот тут, тут, это они принципиально знали. И именно московские князья стали выстраивать вот эту династическую линию, отчетливую, как сейчас говорят, вертикаль власть, ну, действительно вертикаль власть. Вот я вспоминаю завещание князя Симеона Кордова, у него есть прекрасные слова в этом завещании, которые показывают вот это вот, насколько вот этот действительно новый взгляд на жизнь уже стал не книжным, не книжным знанием, каким было христианство, наверное, в эпоху Владимира, еще с ним знакомились люди, но еще было книжное, это было больше идея, чем реальное жизненное поведение поначалу. А здесь уже наоборот, уже представление совершенно другое. Вот там Симеон, завещание, так сказать, тем, кто придет после него, детям своим пишет, что как им надо жить, там всякие мотивы звучат, с боярами советуйтесь там, вот, и старайтесь. И у него такая сказка, чтобы свеча не погасла. Вот этот образ, чтобы свеча не погасла, вот это четкое ощущение, традиция, которую надо продолжать. Я думаю, что эти слова мог сказать только человек вот с монотеистическим мировоззрением, потому что именно монотеистическое мировоззрение, связанное с единой точкой отчета, с единым стержнем, таким, в единую вертикалью, как раз и создает вот этот образ традиции, который надо сохранять, тянуть его обязательно. Вот, и московские князья в этом плане, несмотря на то, что, а, ну, еще очень часто, говоришь, московские князья были не очень яркие многие, такие вот незаметные труженики, яркости им не хватало, на что многие авторы всегда, так сказать, извили, что, ну, понятно, что, ну, обычно от ярких людей людям достается очень сильно, так сказать, чем от таких незаметных тружеников. Да, незаметные труженики, яркости не было, но страна все время развивалась, территория расширялась, жизнь улучшалась, вот, и личная яркость тут, в общем-то, ни при чем. Но современному человеку личная яркость – это самое главное, же он самовыражается, самоузаконивается, как правило, всю жизнь. Поэтому понятно, что с московскими князьями русской истории не повезло, многие действительно были не очень яркими. Долгорукие? Юрий Долгорукий. Ну, он такой, он еще киевский, скорее, князь, конечно, по складу. Он что-то в Москве имеет отношение как условный основатель, а так-то он вполне киевский. Он всю жизнь провел в междоусобицах со своими вратьями, все стремился захватить Киев. При нем не только Киев захватили, но даже хорошо погромили его, и он видел иллюстрацию из учебника западноукраинского, которое вот в 90-й год на Украине перепечатали для школ. Там, значит, картина такая, значит, в наших остроконечных шлемах, значит, воины. На улицах там тащат за волосы кого-то. Кого-то тут же убивают, и надпись «Москали рухуют Киев». Вот Юрий Долгорукий был тем москалем, который руховал Киев. А его сын, вот тоже, да, Андрей Боголюбский, которому мы говорим, какая разница, он уже москвич, в отличие… Юрий Долгорукий навязывал себя киевлянам, навязывал, они его так и не полюбили. Когда он умер, радовались, говорят летописцы, не любили его очень сильно. Вот. А Андрей Боголюбский захватывал Киев, он оставлял там брата и уезжал к себе на родину. Он считает русской историей первой, которой титул великого князя взял себе, а вот Киев его как бы оторвал. Он уехал и жил во Владимире, в Киеве не жил. Вот. И показал, что как бы-то этим актом, возможно, можно допустить, что это был тоже акт, который показывал разрыв не с Киевом, как центром крещения, матерью городов русских, как сейчас принято говорить, а окончательный разрыв с языческими традициями, которые были еще сильны на этих территориях, видимо, какое-то время. Ну вот судьба Галецкого и Лынского княжества. Взяв титул великого князя, но, так сказать, не желая тут же оставаться в Киеве, и, возможно, Андрей Боголюбц, как сейчас, модно говоря, сделал такой политический жест, что вот это политическое наследие Киева в полной мере он не принимает. Языческое наследие точно. И все-таки вот он во Владимире княжев, а как формировалась центр управления, государственность российская вот в этот период? В этот период, я думаю, что у нас, опять же, приходится, про древности часто говоришь, у нас нет очень точной информации на этот счет. Вот когда мы, вот скажем, про 19 век, мы там можем найти книги, в которых написано, как министерства там формировались, развивались, про древности этого практически нет. Поэтому мы, естественно, вероятностно можем предположить, как это было. То есть система управления в Киевской Руси, и, я думаю, ну, по крайней мере, в начальный период развития Московской Руси, Московского княжества, я думаю, была, прежде всего, связана с аппаратом княжеской дружины. Вот, скажем, в Киевской Руси княжеская дружина, это был одновременно и административный аппарат, то есть и непосредственная сила, физическая вооруженная сила. Она делилась на старшую и младшую дружины, но в данном случае старшая не только по возрасту, хотя и возраст обычно разнился. В большинстве представителей старшей дружины были повзрослее, чем представители младшей. Но это не обязательно старца, конечно. Старшая дружина разделяла с князем какие-то функции управления, из старшей дружины вырастает русское бояство позднее. Вот, ну, младшая дружина, гриди, детские там, это те люди, которые, прежде всего, выполняли прямые приказы. И вот эта дружина и являлась вот таким государственным аппаратом, который князя окружал постоянно и в полюдии осуществлял свои функции управления. Мы об этом чуть-чуть говорили, но можно еще раз вернуться к тому, что все государственные функции по управлению, а если представьте себе, какой огромной была по тем временам Киевская Русь, ведь тогда территории были больше, чем сейчас, по одной простой причине, что не было быстрых средств передвижения, удобных дорог было крайне мало, практически не было. Хорошая дорога – это проселок такой. Вот. То представьте себе, как можно такой огромной державой, включающей в себе территорию Белоруссии, Украины и даже запада России, чуть ли не до Волги, вот пешим и конным ходом управлять. Это представить себе невозможно. Это же огромное расстояние. И поэтому управление осуществлялось сезонно. То есть накапливаются дела, и вот после сбора вожая князь отправляется, одновременно налог собирает, одновременно судит, рядит, и накопившиеся дела решают какие-то конфликты возможные, принимают решения. Ученые подсчитали, что скорая дневная полета – это 3-5 километров. И вот, значит, они переезжают от одного места к другому, и вот так зиму всю князь ездит, и управляет страной. Вокруг него дружина. Вот эта дружина, вместе с ним занимается управлением. Князь не один ездит. Но по-настоящему первым шагом был как раз шаг, который сделал Ольгой. Ольга впервые создала местные органы власти. Не Киев, а на местах. Вот эти вот так называемые погосты и ловища – места для сбора государственного налога или даний. И небольшое, я думаю, конечно, небольшое, но все-таки вооруженное формирование с представителем князя. Видимо, с боярином или будущим боярином. На местах эти люди сидели. Вот Ольга впервые создала органы власти на местах, когда княже не надо было путешествовать по всей территории. Всю зиму он мог даже остаться в Киеве. А сами данники свозили на эти ловящие погосты дань. Оттуда ее переправляли в Киев. Вот это были первые органы власти. Но еще раз подчеркну, я думаю, что это было просто ничтожное количество людей. А основной аппарат власти был вместе с князем в лице его дружины. Когда страна начала дальше прогрессировать в управлении, князя стали назначать в основном сыновей своих, управлять теми или иными территориями. Уже Святослав это сделал. Разделили между своими сыновьями территорию. Позднее другие князья тоже это повторяли. На местах, я думаю, они действовали по той же самой методии. То есть некое окружение, которое с ней прибыло из Киева, возможно, кто-то примыкал из местного населения. И точно так же, я думаю, он эту территорию, так сказать, овластвовал, как и киевские князья, но только в миниатюре. Первые упоминания уже о сколько-нибудь серьезной системе таких вот специализированных государственных органов, первые упоминания, наверное, все-таки связаны с избами времен Ивана Третьего. Вот в период Ивана Третьего появляются первые, так сказать, наметки органов власти. Ну, Иван Третий объединил после Могольского, так сказать, Ига территорию, отстоял ее, автономию этой территории, от непосредственной зависимости от золотардынских ханов. Ну, а далее, далее Василий Третий, Ирина Глинская и окончательно вот эта система органов власти, в том числе и местных, местного управления губы, губные старосты были, вот, волости. Это уже Иван Четвертый, конечно, Иван Четвертый. А классическое.